Парк не пустует. Всевозможные мероприятия здесь проходят с завидной для многих других парков регулярностью. И в эту субботу в Изумрудном работали медики и волонтеры, пропагандировали здоровый образ жизни. Губернатор интересовался каждым стендом. В одном месте горожан учили, как правильно ухаживать за зубами, в другом – скандинавской ходьбе, в третьем – проводили психологические тесты. Если я выберу, что это круг? Это про дружелюбных, коммуникабельных людей, которые нацелены на коллектив, на какую-то коллективную трудовую деятельность вот такую именно с людьми. А эти люди очень часто сглаживают какие-то конфликты. И острые области. Спасибо. В принципе, про вас, я думаю. Спасибо. Виктор Петрович охотно поговорил с молодыми волонтерами-медиками, которые свое свободное время посвящают общению с людьми и приучают горожан вести здоровый образ жизни. К слову, учатся студенты медколледжа на фельдшеров скорой помощи. Вы как специалисты, как медицинские работники, очень краю нужны. У нас очень большая потребность в крае. И учреждения есть, и ФАПы мы новые строим, и многие больницы реконструируем, ремонтируем, новые корпуса строим. Но люди должны приходить работать, и это очень важно. Прогуливаясь по парку, губернатор общался и с прохожими, которые, кстати, рассказывали, что любят гулять по Изумрудному, особенно после его преображения. Очень впечатлены такие масштабы, хорошо, что для горожан такие хорошие места для отдыха. Скоро все восстановится, как было, и, наверное, даже получше. К 1 июня, надеюсь, уже какой-то предприятие для детей будет, да? Замечательно. Будем следить? Я думаю, весь май уже будет. Тогда будем следить. Катамараны здесь будут кататься, здесь будут люди отдыхать на террасах. Нравится, что восстанавливается? Да, нравится, и нравится, что организовали. Все-таки, когда мы его коснулись, такой запущенный был, страшное дело. Но немножко порядок наведем. Напомним, что второе рождение парка началось в 2019-м. В 2020-м и 2021-м на реконструкцию направили 124 миллион рублей. Сделали велодорожки, детские площадки, спортивные для выгула собак. Сейчас парк уже не узнать. Его продолжают озеленять и благоустраивать. Скоро здесь появится амфитеатр, а прут, о котором долго говорили, начали наполнять водой. Долго будем наполнять, недели две, три, но зато наполнив раз, потом будем только подливать тоже скважина, которую тоже средства нам дали. Вода чистейшая, 150 метров, поэтому вода... Ну, сомнений было много. Я просто помню, я даже и сам думал, когда же мы, неужели мы к этому делу подступимся. Дай бог просто дорожки подровнять, где-то деревья аварийные убрать, где-то что-то выровнять и так далее. Но вот как всегда в жизни бывает, ты шаг за шагом идешь, все за один год сделать невозможно. Но если мы один год, второй год, третий год сделали, достигли, еще добавили, ну так понемножку, я думаю, что мы его, наверное, восстановим получше прежнего, правда? Кстати, в советское время, тогда называвшийся Меланжевым, парк был очень популярен. Здесь было много аттракционов, летний театр, пруд, но в начале 90-х прошлого века он начал терять свою привлекательность. Ухаживать за ним было некому. Второе рождение длится уже несколько лет. Задача, по словам губернатора, сделать изумрудный не только уютным, но и безопасным. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.